МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале Гродно+. В студии Сергей Денцов. Сегодня мы расскажем. 1.300 заявлений за три дня. Вступительная кампания продолжается в гродненских университетах. Питаться энергией солнца. За последние пять лет выработка электричества за счет возобновляемых источников в нашей области увеличилась в несколько раз. Амбулаторная реабилитация. Как в Гродно восстанавливают пациентов, перенесших ковидную пневмонию. Число краш двухколесного транспорта в этом году уменьшилось по сравнению с прошлым годом более чем в полтора раза. Мир теней и полное погружение в виртуальность. В Театре кукол премьера нового спектакля. Минздрав обновил статистику по заболеванию COVID-19 в Беларуси. По официальным данным, на 22 июля в стране за все время распространения болезнь выявлена у 437 тысяч человек. За последние сутки подтвердили 1069 новых случаев инфицирования. 431 тысяча пациентов выздоровела. Ни для кого не секрет, что с момента начала пандемии медики работают на износ. Ведь даже после того, как человек выздоровел, в определенных случаях с ним требуется продолжать работу по реабилитации. Продолжительное восстановление необходимо пациентам, которые перенесли ковидную пневмонию в разных степенях тяжести. Гродинские врачи активно занимаются этим вопросом как в условиях стационара, так и амбулаторно. Все поликлиники города организовывают программы реабилитации для своих пациентов. Успешно именно в этой сфере показывает себя, к примеру, поликлиника номер 4. На диспансерном учете пациентов, перенесших ковидную пневмонию, там состоит порядка 1300 человек. Среди этой группы около 7% перенесли пневмонию в тяжелой форме. С ними проводят детальную работу, ведь на их реабилитацию уходит много времени, иногда до полугода. Тяжелой формой пневмонии принято считать поражение легких более чем на 75%. Врачи во время реабилитации помогают пациенту справиться с так называемым постковидным синдромом. Он проявляется в качестве боли в голове и суставах, колебаниях артериального давления, патологиях мочевыводящих путей. На базе нашего отделения медицинской реабилитации у нас разработан целый комплекс мероприятий к поведению таких пациентов. Это и дыхательная гимнастика, и мы используем ингаляторий для наших пациентов, весь комплекс физиолечения, массаж, также медикаментозное лечение, которое проводится уже непосредственно докторами, которые ведут диспансеризацию, это врачами общей практики и в наиболее сложных случаях, безусловно, врачом-пульмонологом нашей поликлиники. Первый курс реабилитации длится 8-10 дней, потом при необходимости его повторяют через несколько месяцев. Людям, перенесшим коронавирусную инфекцию в тяжелой форме, рекомендуется санаторно-курортное лечение. Направление на него выдает пациентам поликлиника. В Беларуси продолжается вступительная кампания в учреждения высшего образования. Гродинские вузы уже приняли около 1300 заявлений. Порядка 160 абитуриентов подали документы в медицинский университет, а всего план набора в этом году составляет 705 человек на 4 факультета. Это лечебный, педиатрический, медико-психологический и медико-диагностический. На бюджете будут учиться 445 ребят. Из этого числа на каждом факультете 50% мест выделено на целевую подготовку. Большинство поступающих в первую очередь подают документы на бюджет, однако сейчас уже около 10 заявлений подали на платную форму обучения. Как правило, это те абитуриенты, которые принципиально решили получать высшее образование на платной основе. К слову, в этом году в медицинском университете появилась возможность для абитуриентов, имеющих среднеспециальное медицинское образование и отслуживших в армии поступить на любой факультет вне конкурса. Ею уже воспользовались двое молодых людей. На сегодня самый высокий балл подачи у нас 389. Это жительница города Борисова Минской области. На втором месте из города Грона 387. И пока самое, скажем так, подаваемое заявление – это лечебный факультет. Ежегодно у нас первые дни они такие осторожные достаточно. Это порядка 60-80 человек в день. Наибольшую подачу у нас, мы предвидим, это будет предпоследний и последний день подачи документов на бюджетную форму обучения. В аграрном университете идет набор на 401 бюджетное место. Платно будут учиться 120 человек. По результатам трех дней документы подали больше 130 абитуриентов. Наиболее популярными специальностями в университете традиционно стали агрономия и ветеринарная медицина. Всего в аграрном семь факультетов. Набор проводят по 13 специальностям. В этом году появились определенные изменения для поступающих в аграрный университет. Одна из серьезных особенностей в том, что у нас продлены на два дня сроки подачи на бюджетную форму обучения. То есть не до 26-го, как обычно в других университетах, а до 28-го июля. Кроме того, вы знаете, с прошлого года стартовала компания по работе с агроклассниками, выпускниками профильных аграрных классов. Поэтому с 20-го по 22-го июля мы набираем абитуриентов, которые в свое время отучились в агроклассах, заключили целевой договор с сельскохозяйственными или перерабатывающими организациями и поступают на соответствующие агробиологические специальности. После того, как завершится подача документов на бюджет в аграрном университете, начнутся вступительные испытания, которые назначены на 30 июля и 1 августа. Прием в Гродненский университет имени Янки Купалы ведут на 54 специальности. За три дня вступительной кампании документы в ВУЗ подали более тысячи абитуриентов. Всего на ряды студентов университета пополнят 2300 человек, 1095 из которых будут учиться за счет средств бюджета. Напомним, подача документов в университеты на бюджет заканчивается 26 июля, на платную основу будут принимать до 9 августа. За последние пять лет на предприятиях Гродненской области все чаще начали внедрять установки с использованием возобновляемых источников энергии. И самыми популярными являются солнечные батареи. В нашем климате их применение рентабельно и помогает снизить затраты на энергоресурсы в летний-весенний сезон. Как работают предприятия и организации на солнечной энергии, узнавала наша съемочная группа. В Гродненской городской больнице номер 4 солнечные геоколлекторы используются с мая 2014 года. И за это время установки уже успели проявить себя с весьма выгодной стороны. Причем выгодные во всех отношениях. Для того, чтобы поддерживать состояние панели, дорогостоящий уход за ними не нужен. А вот в периоды сезонного отключения горячей воды энергия солнца становится настоящим спасением. Она на 20, а то и на все 30 процентов поднимает температуру холодной воды. Учитывая габариты медицинского учреждения, этот результат весьма внушительный. За время эксплуатации выдано где-то 1000 гигалорий тепла. Это вот за 7 лет с лишним. Помогают, конечно, в межотопительный период, когда лето, когда они выдают самую свою большую мощность. Они, кстати, мощность у них 43 киловатта. В принципе, мы в 2014 году отдали 823 миллиона. Это с монтажом, с проектной документацией и вообще с покупкой самих батарей. Использовать солнечные батареи можно в нескольких целях. Для получения электроэнергии или же для нагревания воды. И наиболее популярны в нашем регионе именно гелиоводонагреватели. Как правило, их устанавливают в социальных объектах, таких как детские сады, школы или больницы. В области у нас установлено 45 гелиоводонагревателей и 17 фотоэлектрических солнечных электростанций с суммарно установленной мощностью порядка 30 мегаватт. В 2020 году для нужд горячего водоснабжения гелиоколлекторами было выработано 445 гигакалорий, что в свою очередь способно обеспечить тепловой энергией небольшое предприятие. Одним из примеров использования солнечной энергии на полную мощность является энергоэффективный дом по улице Держинского, 23. Появление этого объекта в 2017 году в нашем городе стало настоящей сенсацией. В рамках международного проекта здесь были установлены все самые современные системы получения и переработки возобновляемой энергии. Но вот один вопрос гродницев интересует и по сей день. Насколько это эффективно? Специалисты уверенно говорят – абсолютно. Даже несмотря на экспериментальный характер постройки. Здесь установлено порядка 200 фотоэлектрических панелей, которые вырабатывают электроэнергию. Полученные ресурсы позволяют компенсировать расходы тепловых насосов, которые и обеспечивают весь жилой дом теплом. Для работы тепловых насосов нужна электроэнергия. Для привода компрессора, который трансформирует охладитель, сжимает. Есть процессы определенные. Так вот, на 1 кВт затраченной электрической энергии, которую в том числе вырабатывают вот эти панели, вырабатывается порядка 3,2 кВт тепловой энергии. То есть коэффициент перехода такой средний – 1 к 3,2. Это хороший показатель. Мы на такое, в общем-то, и ориентировались. Конечно, на полную мощность подобные установки работают именно в летние и весенние сезоны, когда главный герой – солнце в полном разгаре. Но даже в суровые зимние будни, говорят специалисты, невзирая на минусовую температуру, солнечные батареи способны приносить пользу. К такому выводу, как показывает практика, все чаще приходят и руководители предприятий и организации. Только за прошлый год, благодаря использованию возобновляемых источников, в регионе удалось получить более 206 млн кВт чистой энергии, что позволяет обеспечить электричеством пять районов Гродничины. В последние несколько десятилетий речь о глобальном потеплении заходит все чаще. Гродницы об этом явлении всерьез задумались этим летом, которое побило всяческие рекорды как и по количеству солнечных дней, так и по температуре. А это значит, вполне возможно, что глобальное потепление – не такая уж и долгосрочная перспектива, а при таком раскладе за солнечными батареями – будущее. К слову, популярностью в Гродницком регионе также пользуются установки для получения энергии ветра, солнца, воды, биомассы и биогаза. Так, например, в области работают 12 гидроэлектростанций, 38 ветроэнергетических установок, 17 солнечных электростанций, 5 биогазовых установок и 2 электрогенерирующих источника на биомассе. В общей сложности за последние пять лет за счёт возобновляемых источников выработка электрической энергии увеличилась на 59,5 мегаватт. Анна Соловей, Андрей Шаповалов. Новости Гродно+. 78 гродненцев остались без велосипедов. Число краж двухколёсного транспорта в этом году в Гродно рекордно сократилось. По сравнению с прошлым сезоном, количество таких преступлений уменьшилось на 64%. Однако лето только перешло свой экватор, а это значит, что прогнозировать, каким будет его вторая половина, пока рано. Передвигаться на двухколёсном транспортном средстве удобно, экологично и экономически выгодно. Он не требует заправки топливом, которое дорожает едва ли не каждую неделю. Может быть, поэтому всё чаще гродненцы предпочитают добираться на работу именно таким способом. Тем более, что велопрогулки – это прекрасная замена тренажёрным залам. Позволяют такое передвижение и городские улицы, которые специально рассчитаны на альтернативные средства передвижения и имеют для них отдельную полосу. Такая очевидная популярность велосипеда имеет и обратную сторону. Так, с начала весны и до поздней осени одним из распространённых правонарушений считается кража именно этого транспортного средства. Как отмечают в правоохранительных органах, таких случаев в этом году было зарегистрировано 78. В прошлом году эта цифра была значительно выше – 122. Однако, такое ощутимое снижение преступлений вовсе не означает, что теперь можно вздохнуть с облегчением и перестать быть бдительным. Ведь причиной большинства краж становится банальная беспечность. Граждане оставляют свои велосипеды в подъездах жилых домов. Согласно законодательству, захламление лестничных площадок влечёт за собой наложение административной ответственности по правилам пожарной безопасности. Поэтому оставлять велосипеды там ни в коем случае нельзя. Ну, плюс ко всему, можно лишиться своего имущества, о чём, собственно, освидетельствуют криминальные сводки. Один из случаев произошёл в Гродно, в Грандичах. Мужчина зашёл в подъезд многоквартирного дома и там с лестничной площадки похитил велосипед. На данный момент его личность устанавливается. Именно записи с камер видеонаблюдения помогают устанавливать личности злоумышленников и, соответственно, возвращать украденное их владельцам. По статистике, раскрываемость таких преступлений невысока. Злоумышленника вычисляют лишь в каждом втором случае. Так, в Гродно в этом году благополучно решилось 47 дел о краже велосипеда. Более 30 владельцев, увы, остались без любимого двухколёсного транспортного средства. Заключительная премьера юбилейного 40-го сезона в Гродненском театре «Кукол» состоится уже на следующей неделе. Новый спектакль называется «Приключения в виртуальном королевстве». Это семейный спектакль, так что интересно должно быть всем – и взрослым, и детям. Волшебная сказка перенесёт зрителей в мир компьютерных игр и неоновых огней. Сезон в этом году был напряжённый. За это время на сцене отгремели три премьеры. Последняя четвёртая расскажет об увлекательных приключениях в виртуальном королевстве. В спектакле много интересных решений по визуализации, тщательный подбор музыкального сопровождения и, конечно, интересный сценарий. Эффектности шоу добавит и иллюминация. В этой постановке её как никогда много. «Приключения в виртуальном королевстве» готовили к выпуску очень долго. Режиссёр уделял внимание мельчайшим деталям, даже, казалось, самым бы незначительным. Прорабатывал с актёрами пластику и динамику, внимательно следил за цельной картиной спектакля. Всё для того, чтобы зритель, придя на премьеру, смог полностью погрузиться в виртуальный мир и представить себя героем компьютерной игры. Это очень такой кукольный будет прям спектакль, потому что в нём очень много теневого театра. То есть теневый театр – это очень сложный, один из разновидностей инструментов театра кукол. Это, наверное, после марионеток точно самый сложный. Поэтому с ним очень тяжёлая работа. Здесь очень много теневого театра, мало живого плана. И вот эти всякие теневые куски, которые работают, они очень похожи на проекционные, как будто бы просто включается проекция. Их очень сложно оттачивать. Поэтому удивлять будем, надеюсь, им и надеюсь, что хорошим качеством. За основу спектакля была взята сказка «Западный лес» Элиноры Фарджан. По мотивам этой истории и был написан сценарий, который впоследствии переложили на близкую всем геймерам тематику компьютерных игр с множеством различных отсылок. Я играю в спектакле «Селину». Это горничная. Она работает у принца в особняке. Она добрая, милая. И особо входить в роль мне не пришлось, потому что я в жизни такая же. Единственное, что сыграть историю любви, ну, это уже постараться нужно. Можно сказать, что это та же «Золушка», только на современный лад. Премьера нового спектакля состоится 24 и 25 июля в 12 часов. А вот тех, кому уже сейчас не терпится окунуться в волшебную сказку, ждет приятная новость. Предпремьерный показ пройдет в пятницу, 23 числа в 18.00. Следующая новость для тех, кто предпочитает искусству спорт. 24 июля «Неман» примет на домашнем поле команду из «Слуцка». Начало встречи в 18.00. И напоминаем болельщикам о необходимости соблюдения масочного режима. Приходите и поддержите любимую команду. На этом выпуск завершен. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте. Ну, а я прощаюсь с вами. Приятного отдыха на Гродноплёс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова